Пришли, помнишь, на пляж-то? Они нас искали, запросы у Вселенной посылали. Так, всё, я вышла, пока телефон не сел, чисто, чтобы вы не думали, что я ваш вымышленный персонаж. Я Мария Кахно, я вас люблю, я жива. Сторис, который я выкладываю, я сама выкладываю, сама оформляю, оформления, конечно, никакое, но, простите, сорян. Кристина почему была невесёлая? Она молодец. Она держит марку, вы понимаете, да? Она скорпион, поэтому, собственно говоря, она всегда в образе, она всегда делает вид, что всё чуть хуже, чем на самом деле, для того, чтобы её ценили. У тебя права есть? Права на что, на эту жизнь? Что-то в зубе застряло, извините. Может быть, хотят машину подарить, приятно. Спрашивают, права есть? Твои сны остались на первом этаже. Твои дочери практически 50. Мне за жизнь никто ничего не подарил. Не, ну, грешна. Паша подарил роликсы и миллион рублей на карту. Паша молодец. Паша вот... Вот и вспоминаем его, молодец, Паша. Я понимаю, да, я тоже. Сохраните эфир. Ещё не успела войти. Да, не успела войти, уже всё. А, на машину права, я поняла. Машина нет, поэтому прав на неё тоже нет. Это глупый вопрос. У меня было всё. Собственно говоря, ну, немножко всё пошло. Чё, мама? Что тебя опять не устраивает? Дай бог здоровья маме. Да, но она у меня... Ну, спасибо большое. Огромное спасибо. Она у меня забирает все вещи. То есть я ей объясняю то, что я ещё не замужем, да? Да, на Випассану ездила. Это, конечно, очень жёстко. Потому что, конечно же, когда ты туда приезжаешь, ты... Куда можешь приезжать? Ты на Випассан. У тебя примерно... Ну, не примерно, а две недели молчания. И ты не можешь смотреть никому в глаза, кроме как учителю. И всех всё раздражает. И только на седьмой день, когда ты начинаешь быть более-менее в принятии, ты замечаешь ещё красоту природы и этой жизни. Я не люблю конфеты. Я вас разочарую. Я люблю только солёное и алкоголь. Что? Потому что я не вижу, что ты мне показываешь. Ну, прям я прочитала, как дни с братом были такие шикарные. Они смотрели и радовались. Привет, Маша Солехова-Зуева. Мама супер. Ну, она супер, но... Мам, вот просто объясни. Машенька, а что такое? Нет, когда у меня забираешь все вещи. Ну, в делом так скажи. Ну, давай. Ну, просто скажи только сейчас, вот, честно скажи, вот, ну, без шуток. Я не то, что забираю, дорогие мои. Я беру на немножко, поносить. Но вот когда доченька есть... На всю жизнь, да? Кстати, я один раз у сына майку взяла. У него была шикарная майка с розой. Я тоже взяла. Ну, и что? Ну, вот как-то мне можно обижаться, да? Вот она вот, да, говорит таким нежным голосом. Мама, доченька, ну, я совсем на немного. Ну, мало ли, может быть, у меня мало осталось. И все. И ты готова ей отдать всю свою жизнь, сердце, кровь, одежду, вообще все на свете. Мам, каких-то котлеток куриных можно рецептик? Ты делаю, что ли? Всегда делаю. Давай, скажу. Ну, значит, куриные котлеты. Берете фарш обязательно из белого, из грудки. Да можно и вообще все. Но только без корочки, естественно, без кожуры. Берете булочку, замачиваете в молочке. Одно яйцо. Булочку в молочке. Туда обязательно кладу зелени очень много. Вот так вот пожамкую, пожамкую, все посолю, поперчу. Беру ложкой, потому что фарш получается не очень густой. И на сковородку. Супер. Вадим, привет, мой сынок. Вадим. Адамсон, другой мой. Другой? Вы очень милые. Мы простые. Мы, это, знаете, мы свои люди на этом. Брат мой, я с ним по-соразду. Потому что, когда у меня произошли разногласия с моим мужчиной, с Игорем, он поддержал его. Все. Ну, как бы, знаете что? Это обидно. Роскошная наша Оленька. Мам, тебе желают здоровья. Тебя, кажется, любят. Вот взаимно. Желаю, прямо отсылаю обратно. Все хорошо у тебя. Слушайте, ну, меня очень просто вернуться на проект, если честно говорить. Ну, если вообще без шуток. Маш, пожалуйста. И все, кто, ну, как бы, там, участники. Но я не могу, вы поймите. Я не того формата. Я встаю, лицо отекшее. Могу иногда прибухнуть. Ноги уже немножко, там, в целлюлите. Ну, вы представляете, чтобы я вот так вот встала, да? И какой-то валенок мне с утра сказал, да, а ты че там, отекший? Или обсудил меня на лобном месте. Ну, вы что? Ну, это смешно. Ну, просто. Пришел какой-то валенок, да, из-за Дрипинска. И начинает меня обсуждать. Ну, это ж нереально. Я ни за какие деньги же это не выдержу. Маш, извини. 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 Вот, это обязательно надо. Передай привет, Гузаль, Ташкент. Ну, Гузаль, Ташкент, привет. Вот и все. Ну, все, успокоилась, да. Поэтому как-то так. Те сто раз спрашивают, что с Лили Четрарой. Я уже забыла про нее. А, Лили Четрарой, ну, что. Она вообще, как бы, она, как говорила, что она там, ну, немножко, нет, ну, я не имею права это говорить вообще, что она говорила, чем она зарабатывала. Поэтому она всегда хотела быть подальше от соцсетей. Потому что, ну, знаете, это очень странно. Кто ушел из дома 2, но все такие топовые там. Не знаю. Я Юлия Фременкова, Марина Африкантова, не знаю, кто там еще. Лиза Трандефелиди, Аня Левченко, естественно, соответственно. Ну, все как-то, все пытаются, и остаются в соцсетях, вот. Мне кажется, что уходят те, кому есть что скрывать очень сильно. Потому что, по сути, ну, это же хороший заработок, там, на рекламе. Это когда у тебя лояльность аудитории. Я считаю, что уходят только те, у кого есть альтернативный заработок. Поэтому как-то так. Когда Алина что, я не пыла про какую Алину лечь, если честно, извините, пожалуйста. Я не пыла про какую Алину лечь. У меня вот мешает мне живот. Ну, я вот купила такие шорты, но увидели, да? Ну, чтобы вот не видно было. Но все равно видно. Ну, прям. Ну, ладно, пульсик. А, пинчук еще, конечно. Италия, привет. Тамбову привет. Ой, поездка в Питер-то бомбовая. Роза моя, ты чайная, влюбился в себя отчаянно. Все-таки он хороший, Ебаров, да? О, ну, конечно, Ебаров офигенный. Конечно, его хают там. Из-за того, что у него образ был ключеника, который там, знаете, за изолятором следил. На самом деле он хороший. Привет, Белоруссия. Большие привет, Белоруссия. Что думаете про Хайдарова, когда защищает его? Слушайте, вот скажу честно, мне вообще похер на всю эту ситуацию. Я у него не оперировалась. Когда я в каком... Вчера клуб была, не знаю, на Ленинградской, офигенной. Я когда у Кристины увидела первый раз грудь, прооперирована, я была в восторге. Вот, собственно говоря. Сейчас, по-моему, чихать буду. Будь здорова заранее. Будь здорова, будь здорова, будь здорова. Потом она переделала, ей нужно было побольше. Мне тоже очень понравилось. Поэтому я что хочу сказать? То, что когда мы идем на операцию, все равно есть риски. Но знаете, что в самой... Вот в чем пиздец ситуация? Вот я представляю, вот даже вот себя, например, как блогера, да, вот я делаю рекламу, там, на протяжении 7 лет. Все безумно довольны результатами всегда. А вот попадется кто-нибудь, да, кто скажет, да ты блогер, там, говно, и реклама твоя не принесла результатов, и если ты не хочешь там, чтобы тебе мы испортили репутацию, гони бабло. Ну, это же просто жесть. Поэтому я не знаю. Я как бы не хочу вообще в эту ситуацию влезать. Вот. Многие там писали, что вот Гуара Витсян сделал операцию, у нее там были последствия, потом она написала постподдержку. Да, ну, я не знаю. Все же зависит, в принципе, от организма, от того, как он заживает, как швы заживают, как еще приживается, как ты носишь, не носишь белье после операции. Да множество факторов. Поэтому я, не знаю, я комментировать вообще не буду в эту ситуацию, потому что я этого доктора лично не знаю. Но когда льется хейк на человека, например, который там годами делает реально успешные операции и какой-то топовый, например, человек льет хейт, то, конечно, это бьет очень сильно, в принципе, ну, морально. Но, может быть, ему нужно пережить сейчас в жизни такую ситуацию было просто. Вселенная же не посылает просто так ничего. Вот. Маш, тебе из Минска все время привет передают и говорят, к нам приезжайте в Минск. Все, спасибо Минску. Ну да, мне предложили участвовать в барышне Костянка сейчас. Но я не понимаю, какая из меня, блядь, барышня, потому что это нужно, чтобы у тебя была квартира в Москва-Сити либо дом. А я не хочу пиздеть, типа, вот, ну, просто снимать, как они мне продолжили квартиру в Москва-Сити на 4 дня за 200 косарей, но мне нерезонно. Ну, если честно. Я, я не хочу так. Я не хочу наебывать никого, потому что у меня, извините, в инсте охваты из Торис в 300-500 тысяч. И что? Ну, смысла нет, как бы, для меня. Мне, нет, если бы я была неизвестна какой-то тёлкой, но он и им, я бы, конечно, была, наверное, счастлива, счастлива пропиариться, сказать, что, знаете, там я барышня, у меня дом на Рублёвке, и квартира в Москва-Сити, но сегодня на Рублёвке я не снимаю, я снимаю Москва-Сити, потому что на Рублёвке у меня ремонт, и вот так вот, идти попиариться. А так, с вас, нет, крестьянку мне, естественно, не предлагают, потому что я не из деревни, поэтому вот. Не, не, им нужна именно барышня, чтобы я была барышней. Да нет, то, что мне для пиара, это понятно, но я не хочу наебывать людей. Что я думаю, ситуация в Телеге? Да там у меня постоянно срать, я ничего не думаю. Вот. А они между собой ругаются, грызутся. Фрост, вышла замуж, я очень рада за неё, дай бог, ей всего самого наилучшего. Вот. Поэтому, как-то так. Мамуль, а это есть что-нибудь? Зарядка на 2%. Ну, все, Маша, ради интереса, да, на свой концерт, хоть обычным гостем, хоть участник, или у качества, буду рад видеть. Маша, привет, как бы тебя позвать на свой концерт? Я не знаю, кто мне это пишет. Можно всегда написать на мой пиар-аккаунт, там, ответить менеджер. На тебя интересно смотреть. Мне все это говорят, это понятно. Фрост замуж смешно. А почему смешно? Я считаю, что нет ничего смешного, они поменчались даже, дай бог здоровья, счастья, долгих лет жизни. я всегда радуюсь, когда, знаете, подают общество, достойный пример, когда браки, реально, а не просто там поебушки, на денек, на два. Ну, это же вообще не мой вариант. Ну, и ничей вариант, и вообще жалко, когда так. Потому что, любая женщина, она все равно заточена на семью. Где пара? Ну, знаете, я сейчас пришла голову здесь вот вниз. И меня, мне очень стало неприятно. Я не знаю, как дать рекомендации похудеть. Ангелина, это очень смешно. Я за три месяца набрала 20 килограмм. Так вот, я сейчас пришла в салон, и там вот эта баба, которая мне укладывает волосы за два косаря в Самаре, говорит, ой, что же, а сколько тебе лет? это такая, 30. Ой, а что же у тебя, что же, говорит, у тебя, детей-то нет. И мне с этим не стало так противно. Но не то, что я такая сижу, типа улыбаюсь, но мне все равно неприятно, потому что я думаю, с какого хера меня в принципе какая-то баба спрашивает, который я плачу еще за укладку, о том, где мои дети и где мой муж. Ну, вот неужели она думает, что я там в 30 с лишним лет не хочу мужа и детей? Это вообще, это такой бред. Привет. А мы с Крисней ссоримся, она Скорпион, и у нас такие отношения. У меня же муж Скорпион бывший, и у них Дареа с Кристиной в один день, 27 октября. Поэтому я знаю там, как бы, как с ними общаться. Понимаете, в чем суть? Если ты Скорпион не выскажешь, что ты чувствуешь, что они сядут на голову, ужалят, и ты вообще будешь валяться там, это, отходить годами. А я, я так не хочу. Я скажу, что меня не устраивает. Если, как мы найдем консенсус и компромисс, будем общаться, нет так, ну и нахуй надо все. Нет, к нам прекрасно относятся брат и Кристина, вот, и я вчера абсолютно весь день провела со своим племянником, и поэтому все хорошо. Нет, я хочу детей. Ой, это не моя история, child free, это вообще не моя история. Просто, абсолютно. Ну, как бы, ну, как-то так. Так, значит, сейчас так. вышла. Марина Стром померится. Вы знаете, я не гадалка, я не участвовала в беде экстрасенсов, я не завоевывала хрустальные руки. Вы меня простите, конечно. Поэтому я точных прогнозов вам дать не могу на этот счет. И вообще, если честно, похуям, кто там померится, потому что мне самой под 40 личной жизни нет. И вы мне спрашиваете за Марину Стромой. это же, вы вообще прикалите? В то время, когда я ходила по Москве, не дай, оба на, и, как бы, искала, и не искала кого-то, знаете, они жили 7 лет шикарной или не шикарной совместной жизнью, путешествовали, как бы, вот. И вы меня сейчас спросите, как там у Марины. Да у меня бы со своей, сука, жизнью разобраться. Вы на приколе, что ли? У меня где? Секса нет, мужика нет, живу с мамой. Ну, вы что? И две собаки. И сейчас еще третью хотели подарить Алабая. Ну, вы что себе представляете? Ну, что я сейчас, знаете, разложу карты Таро, и буду говорить, помириться или Рома с Марины на немало в рот. Да, вот. У меня 24 октября. Я тоже скажу, брат и Крис, к вам холодно. Знаете, холод вот в такую погоду необходим. Если они нас бы не охладили, мы бы здесь сдохли просто. Плюс 47. Понимаете? А если поднять еще мое давление, там все 60 градусов. Поэтому, ну, хватит. Хватит приемываться к словам. Ты лучше. Да, и лучше, потому что я единственная, я с этим смирилась, конечно, да. Но сложно быть лучше. Вот, вот что я вам хочу сказать. Потому что, несмотря на то, что у меня ручки подвисают, там, живот уже 25 складок, я все равно чувствую себя как королевое положение. А вот в чем все, это, суть-то. И мужички-то, которые подходят предлагать замуж, я-то все время рассчитываю, что мне король предложит, а король не предлагает. Вот я и сижу в девках. Но не в девках, конечно, слава богу. Первый раз у меня был в 16. Я говорю, в 17. Ну, это вообще пофиг, но слава богу был. Оленька лучшая. Конечно, конечно. Мама лучшая. Она сидит, ни хера не видит, но читает. У меня нет образования вообще высшего. Поэтому ты меня не суди. Вот, вот, знаешь, как на дыху говорю. Вообще, забудь о браке. Да я забыла обо всем. Брак, про брак забыла, про детей забыла. Живу, как будто я, знаете, я существо мира. Ёпта, да. Все нормально. Вы не думайте, что я тут отчаялась в этой жизни. У меня сестра в 47 вышла. И то не вышла бы, если бы я не выдала. Она все ждала тоже принца на белом коне. А я тоже, ну, я подогнала принца, но без коня. Ну, ничего страшного. Знаете, в 47 уже не выбирают. Мам, мне нужно, знаешь, что? Это, на зарядку поставить. У меня 2%. Ну, я лучше, но это понятно. Вы это поняли спустя 7 лет, но это печально. Олю давайте. Оля, тут вот в образе сидит писи королева. Это уже еще тот лютый образ. Вы знаете, о том, что у меня будет принц, это, мне мама говорит, в 14 лет наебывает. Вот честно. Не ведитесь, ребята. Вот на эту херню не ведитесь. Что принц будет? Вот. Ну, где-то нет, в 7 начала читать мне сказки. В 14 сказок будет принц, мне 32. Нихуя просто. Один хуже другого. Юмористка. Ну, бывает, конечно, не без этого. Если бы я была без юмора, ребят, меня бы вперед ногами. Спрашивают про брата, как помирилась с братом. Когда в Москву? Да, может, они когда. Вы знаете, что, на Москве, это, свет клинок, что ли, сошелся, или что? Мне нужно поставить, у меня 2%, я даже эфирный сохраню. Вот то, что я говорю, это же шедевр. Это же нужно каждое слово на цитаты. Если... Слушай, а куда? Тут у нас нет этого. Мощен нет. Нет, для этого нет. Длинного, как называется? Длинного тоже нет. Да подожди, Маша. Ну, хоть какой уже найдешь? Да нет, Маша. Нет, вот этот длинный, как называется? Господи. В 33 будет, в принципе. Ну, длинный. Хочу сейчас ее разочаровать. как он называет? Куда вставляет? Куда вставляет? Маша, подожди, Маша, ну, перестань. Ну, я перестала, прости. Ну, давай сделай что-то. Ну, подожди, вот в розетку. Ну, давай. Вот длинный. блин. Длинный, что длинный? Длинный. Проблема у меня. Ну, проблема, я понимаю. Ты знаешь, ты немножко теряешь память от счастья. Да. Может, забыла бывшую? Ну, замечательно. Я не заканчивала ничего. Я самородок. Я выродок, самородок. А и кто там сериал? Мне уже под 40. Таня менеджер пришла. Если бы не она, я бы уй сосала. Она реклама находит про папу. Он народный артист России. Он умница, красавица. Мама с первого раза от него забеременела моим братом. А через 20 лет мной. Я не знаю, с какого раза. Вот смотри, вот как хорошо тебе говорит одна Гузаль. Маша, ты так прикольно материшься. Это и говорит нам слово. Кипец. Ну, что когда говорит, как рано. Я буду жить для тебя. Обещаю. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Я буду жить для тебя. Маша хорошего мужика самой надо сделать. И в 33 будет принц у тебя. Мам, мам, ну я не буду разочаровывать. Ладно. Пусть она верит в свои способности экстрасенсорные. Сука. Маша говорит, ты лучшая. Ты реально лучшая. Лучший юмор. Это правда. Мы жалко моему сыну 22, а то бы тебя в невестке. А нет, подожди. То есть, ты хочешь сказать, что 10 лет разницы, это помеха? Нет, все, уходи от меня, зая. Ты сейчас меня списал со счетов. Я это присматриваюсь к малолеткам все время, если честно. Ну. Я уже никуда не двину. Я вот сижу на месте, слава богу, жива. Вы что? Мне же уже не 16. Я вот спущусь. Удинитель называйте, я забыла. Я спущусь вот так вот, три раза с пятого этажа, и потом все. Окна открыты, да? И тут, знаете, уже народу нет практически. Я лучше, конечно, я лучше, потому что единственное. Я, знаете, я не могу делать тур по поиску мужчин. Я уже все. Я уже сдалась. Ну, не то, что сдалась. Ну, будет достойной, буду. А так, сейчас я после отношений уже сил просто никаких нет. Я так выдохлась, что все. Какой-то аналкой. Вот эта аналка за 150 рублей я покупаю, самая дешевая. Вот, я экономлю. Поэтому, вот так вот. Мария, лучше пять лет прожить счастье, чем всю жизнь в говне. Нет, лучше прожить всю жизнь счастье и пять лет вычеркнуть, которые были как давно. Крис, какая по характеру? Ну, сука, кончено, ну, что поделать? Мама, ты говоришь, так это правда, это комплимент для меня. Я? Мам, я вообще сейчас не пошутила, ни секунды. От набережной в трех минутах. Что с глазами? Стрелка. Я сделала то, что сама накрасила, может, неудачно немножко. Похер. Мам, время 22.05. Предложения нет, да? Ну, ладно. Кто говорит ересь? Ну, дочь, если я что-то говорю не так, ты можешь выйти из эфира. Я не понимаю, у меня такое ощущение, что, знаешь, я тебе плачу деньги, чтобы ты сидела, а ты такая сидишь и мучаешься. Да, вот на зарядке телефон. Вот, он стоит. Маша, ты красотка, спасибо. Мне очень приятно. Маша, а почему ваш брат, не, брат мой помогает, когда вот, надо что-то, я ему позвоню, такой, Сережа, бабло, он такой, все, на карту гонит. Ты опять пьяна. Я всегда пьяна своей любовью, существующей. я вас обожаю. Не нужно, знаете, вешать ярлыки, в принципе, на людей, вот как там, на ребеш, что-то набухает, не бухает. Вообще, все вправе делать все, что хотят. Вот, я сейчас же не смотрю на тебя, да, я вообще не знаю, когда ты в последний раз смыла голову, как ты выглядишь, да, чем ты занимаешься. Это ты приходишь ко мне, по сути, в мой эфир и делаешь выводы. И, понимаешь, и ты вот так вот говоришь, что вот там это, то, а я вообще не знаю, кто ты, понимаешь? И, по сути, мне, ну, по большому счету, на таких, как ты, ну, на таких, как ты, я не обращаю внимания. Просто не люблю, когда ко мне приходят в эфир и еще вот мне что-то говорят мне лицеприятное. Я потому что никого не заставляю здесь сидеть. Я не делаю, как сказать, платные эфиры, как многие, пьяные, хотела сказать. Вот. Охота по сплетности, конечно. Витамины пьешь? Нет, витамин никак я не пью. У меня все окей. Дочь, ты за меня не волнуйся. Если я хочу, я буду пить хоть всю жизнь. Понимаешь? Не захочу, не буду. Ты что так переживаешь? Нет, мне кажется, приятно, что ты забочишься о моем здоровье. Но ты же не Роскомнадзор там. Идешь к пингвину на свадьбу, нет, вы знаете, нет. Я вот расстроена. Я вообще... А? К пингвиновой. Я с ней сидела, она мне показала своего мужа, бывшую. Она говорит, манечка, я тебя позову. Но что-то вот нет, видать, нет. Машина без фильтров красивая, да, очень. О, кондиционеров нет. У нас здесь нет, потому что, типа, не разрешили здесь устанавливать, и поэтому жара просто анриэл, вообще, анриэл, просто жара, невозможно. Но, может быть, это не так плохо. Может быть, это не так плохо. Вот, собственно говоря. Рада я, что я вышла к вам в эфир, прям очень. дождь, да забей, да есть же все разные люди, все, понимаешь, люди, которые лезут в совет, именно на самом деле, они зеркалят, они видят тебе то, что, например, у них есть в них самих, но просто они это не принимают себе, поэтому пишут, вот это, они могут хоть 500 раз писать, нет, Крис с нами была, ну, просто, знаете, все люди разные, кто-то любит посидеть в компании, кто-то любит посидеть, порелаксировать на берегу с кальяном, я лично вчера весь вечер провела с ребенком, вот, мне очень это важно, я безумно люблю сына Сережи, Крис, и мне это очень важно, и вообще у меня своих детей нет, поэтому, у меня как-то проснулся, наверное, материнский астинкт, я, не знаю, я прям счастлива, он ко мне подходит, говорит, Маня, пошли туда, Маня, пошли сюда, я с ним везде ходила, очень, очень его любим, не понимаю, что у меня, блин, ну, ладно, хорошо, мы видим тебя на набережной, в жизни еще лучше, спасибо, да, у меня все говорят, что я красавица, я правда очень красива, этого не отобрать, мамонечка, всем привет, спасибо, другие племянники, но они не в России живут, поэтому, общаемся по, вотсапу, слушай, там у тебя, в инстаграме, я свяжу, смотрю, какая-то 21 вик, это сука конченая, заблокирую ее, она и пишет, и пишет тебе говно, а ты просто ее не видишь, заблокирую, сука, слушайте, я считаю, что женщина должна себя вообще позиционировать такой, как будто она на пьедестале, просто, я слишком в себе уверена, в принципе, как личность, наверное, в этом вся суть, я умею зарабатывать, я уверена в себе, я могу позволить себе, я могу пойти вот в шортах, в майке, которая не подходит к шортам, я могу позволить себе есть месяц, два, три, пить, набирать вес, потому что я уверена в себе, в принципе, как в личности, и мне не нужно для этого, знаете, себя что-то строить, мне пофиг, поэтому я слишком, наверное, простая, душевная, и к народу ближе, а, ну, как сказать, ведь люди, которые в себе не уверены, они, как правило, пытаются эту уверенность наверстать за счет брендов, еще чего-то, ну, я никого не обсуждаю, это норма, да и если есть, кому купить, вообще вопросов нет, просто, сделать ли это тебя счастливее, меня вот счастливее сделать, если я кому-то помогу выжить, если я буду заниматься общественными проектами, если я рожу, там, ребенка, как бы еще что-то такое. Слушай, тебя спрашивают, можно ли к тебе подойти при встрече, если не будет. Ко мне можно, за мной уже заехали, а мне что-то неохота ехать, пипец, что делать-то? Ну, ладно, а что? Спасибо. 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 Спасибо.